Привет друзья! В интернете появилось много видео, на которых видно, что Российская Федерация снимает с хранения танки Т-62М и целыми эшелонами перебрасывает их в Украину. Танк Т-62М это достаточно устаревшая машина. Он был снят с производства еще в 1975 году. Средний возраст таких танков 50-60 лет и они уже давно не соответствуют современным стандартам. Потому в интернете появилось очень много информации о том, что у России закончились нормальные танки и она вынуждена использовать устаревший хлам. Насколько это достоверная информация, мы попробуем разобраться в этом видео. А пока что предлагаю посмотреть на крупные склады военной техники, которые мне удалось найти на территории Российской Федерации с помощью гугл карт. Посмотрим сколько в них хранится техники и в каком она состоянии. И начнем наш обзор с Ленинградского кладбища танков. Так называют отстойник военной техники на территории 61-го бронетанкоремонтного завода на окраине города Санкт-Петербург. Несколько слов об этом заводе. Он начал свою работу в 1941 году в блокадном Ленинграде. Для ремонта военной техники, которая участвовала в обороне города, переоборудовали цеха 381-го авиационного завода. В этих цехах предприятие проработает до 1944 года, а потом будет переведено на новую площадку и переименовано. Впоследствии этот завод будет еще неоднократно переводиться на новые площадки и переименовываться. В 1975 году завод получил награду Орден Красной Звезды за свой вклад в обороноспособность страны. Уже при независимой России это предприятие занималось ремонтом и модернизацией танков Т-72 и Т-90. И на территории этого предприятия находится отстойник, в котором хранятся устаревшие танки Т-54, Т-55, Т-62. На фотографиях из гугл карт видно, что в центральном отстойнике хранится порядка 300 единиц техники. Еще около 50 единиц стоит в районе мостового крана и примерно столько же стоит рядом с краном-стрелой. Но если присмотреться, можно увидеть, что это уже не танки, а просто корпусы без башен, а башни лежат в стороне. То есть здесь хранится около 400 единиц техники, большая часть из которой уже представляет из себя металлолом и не подлежит реконструкции. А мы переходим ко второму кладбищу танков на территории Российской Федерации. Находится она на территории 103-го бронетанкоремонтного завода, который расположился в поселке Атамановка в пригородах города Чита, Забайкальский край. Строительство бронетанкоремонтного завода в пригородах Читы началось в 1942 году, но в эксплуатации он был введен только в 1946. Танкоремонтный завод должен был обслуживать центральный и восточный военный округи. И в первую очередь проводить ремонт и обслуживание танковых дивизий, которые базировались в городах Чита и Хабаровск. Последнее десятилетие здесь проводится ремонт танков Т-72 разных модификаций и БМП-2. В отстойниках этого предприятия находятся более полутысячи танков, которые не подлежат восстановлению. Большинство из этих машин либо будут использоваться в качестве баз и запасных частей, либо отправятся на металлолом. А мы переходим к третьему отстойнику военной техники на территории Российской Федерации. Он расположился в северном округе города-миллионника Омск, на улице 5-я Северная, 201. И на гугл-картах это место так и подписано. Склад списанной военной техники. Это огромная закрытая территория внутри густой городской застройки. Среди жителей Омска это место получило название «Пороховой склад». Доподлинно известно, что уже в 19-м столетии на этом месте располагались склады с порохом и боеприпасами. А с 1909 года в этом месте были открыты мастерские по ремонту артиллерийских и стрелковых орудий. То есть военные склады на этой территории находятся как минимум последние 150 лет. Но последние несколько лет городские власти Омска писали запросы в Министерство обороны с просьбой освободить эту территорию для расширения мегаполиса. По их мнению 200 гектаров земли внутри городской застройки можно использовать намного эффективней. Возможно каких-то уродливых человейников настроить, но это уже их дело. Самое главное, что на территории Омска находится один из самых больших отстойников военной техники на территории Российской Федерации. Здесь хранятся тысячи единиц, танки, другая бронетехника, грузовики, артиллерийские тягачи, минометы. И хранится здесь все в более-менее нормальном состоянии и подлежит расконсервации. То есть с уверенностью можно сказать, что это не кладбище, а именно отстойник военной техники. Четвертый склад военной техники, который мы рассмотрим, находится в поселке Топчиха. Неподалеку города Барнаул, Алтайский край. На окраине этого поселка находится огромный отстойник, в котором хранятся тысячи единиц военной техники. Большая часть этой техники находится в ужасном состоянии и не подлежит восстановлению. Потому его можно считать одним из самых больших в мире кладбищ военной техники. В описании видео я закреплю координаты каждого из этих складов, и вы сможете сами зайти в гугл карты и оценить их масштабы. А мы переходим к самому большому кладбищу танков, которое мне удалось найти на территории Российской Федерации. Оно находится на территории танкоремонтного завода в городе Арсеньев, Приморский край. Этот завод занимается ремонтом танков Т-72 разных модификаций и Т-90. В отстойниках этого предприятия стоят тысячи единиц военной техники. Некоторые из них, судя по гугл снимкам, в достаточно неплохом состоянии. Другие танки, судя по всему, стоят уже очень долго и успели покрыться коррозией. А в этом случае это даже не кладбище, а просто свалка остатков старой военной техники. Как вы видите, большая часть военной техники, которая досталась Российской Федерации в наследство от СССР, была превращена в груды металлолома. В 2021 году на вооружении российской армии стояло 3330 танков. Из них 650 танков Т-72, 1770 танков Т-72Б3, 360 танков Т-80, 190 танков Т-80БВМ и 360 танков Т-90. В 2014 году планировалось перевооружать армию новыми танками Т-14 «Армата». Ряд высокопоставленных чиновников заявлял, что к 2025 году будет изготовлено 2300 таких танков. Но за последующие 7 лет после этого заявления было изготовлено всего 30 танков. «Армата» оказалась неподъемной для военного бюджета России ввиду очень высокой стоимости. Объемы машиностроения в современной России в 7 раз ниже, чем в РСФСР в конце 80-х. Потому Россия просто не может производить современную военную технику в больших количествах. Благодаря этому получается так, что на парадах 9 мая все выглядит красивым и современным, а вот в реальной войне приходится надеяться на советские запасы. Так, по данным на 2014 год, в России на складах хранилось 2800 танков Т-55, 2500 танков Т-62, 2000 танков Т-64, 7000 танков Т-72 и 3000 танков Т-80. Это без учета той техники, которая находится в составе регулярной армии. А это еще 3330 танков. При этом танки Т-62 после небольшой модернизации перебрасывались в Сирию для поддержания войск осада. А недавние переброски в Украину предназначались для армии ДНР и ЛНР. Как уже было сказано ранее, Т-62 это устаревшие танки, средний возраст которых 50-60 лет. Они не имеют динамической защиты, потому легко пробиваются самым обычным РПГ. При этом сверху на те танки, которые отправлялись в Украину, был наварен решетчатый экран. По идее, он должен защитить от выстрелов джавелина. Но в реальности он практически никак не помогает, но при этом затрудняет эвакуацию из горящего танка. И возникает вопрос, почему Россия снимает с хранения именно эти танки, если согласно документации, у них есть 10 тысяч более современных машин, которые можно модернизировать и превратить в неплохую технику. И тут два варианта. Либо все эти танки существуют только на бумаге, а в реальности они давно уже превратились в такие кладбища танков, которые мы видели на гугл-картах с огромным количеством ржавой техники. Либо Россия бережет всю более-менее нормальную технику для себя, а ДНР, ЛНР и Сирии отдает все старье. На этом видео подходит к концу. Спасибо за просмотр и до новых встреч.